Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые коллеги, мне очень приятно поздравить наш научно-клинический Центр анестезиологии и рематологии с 10-летним юбилеем со дня его образования. Трудно переоценить роль Центра анестезиологии и рематологии в жизни любого крупного многопрофильного центра. Качество вот этих видов помощи в значительной степени определяет летальность в этом учреждении, в значительной степени определяет имидж этого учреждения, в значительной степени определяет привлекательность этого учреждения. К формированию таких центров в нашей стране и в мире в целом пришли не сразу. В начале, в 50-х, в 60-х годах специалисты, занимающиеся анестезиологией и рематологией, конечно, они были в составе обычных отделений, как правило, хирургического профиля. Пока не стало понятно, что это совершенно отдельная специальность, и туда нужно приходить сразу и отдавать этому всю жизнь. Я закончила первое Санкетлером. Государственный медицинский университет имени Академика Павлова. И в течение буквально каждого года у меня менялся выбор специальности. И каждый раз мне не хватало одной маленькой детали. Я хотела знать все и обо всем. Я пришла в это отделение еще будучи студенткой 6 курса и более мне не стоял вопрос, куда же я поступать хочу. Иногда не просто каждый день, а каждый час и минут мой интерес становится только сильнее, потому что я сталкиваюсь с различными ситуациями, которыми никогда ранее не сталкивалась и считаю, что это специальность, которой нужно учиться всю жизнь. Анестезиология это не просто специальность про наркоз, это не только про теорию и не только про практические мануальные навыки. Это про способность держать себя в руках, про способность ясно мыслить в критической ситуации и, естественно, это работа в команде. Технологии потихоньку приходили, стали нам все более доступнее, доступнее, доступнее. Это и внутриортальная баллонная контрапульсация и экстракорпоральная мембранная оксигенация в различных вариантах. Мы увидели пациентов, которые получают донорские органы и как они поправляются на наших глазах. Началась программа по принятию пациентов после внезапной кардиальной смерти. Мы поняли, что экстракорпоральная мембранная оксигенация может быть и краткосрочная и это проводилось на аппаратах отечественного производства и мы понимаем, что каждый больной получит у нас то лечение, которое необходимо. Так как в реанимации нет ни в одной другой специальности, когда ты принимаешь тяжелого пациента, начинаешь его лечить, а наутро ты понимаешь, вот результаты твоего труда. Когда пациент на тебя смотрит, с давлением все хорошо, с дыханием все хорошо. Нам, в принципе, в целом не стыдно за свою работу, совершенно не стыдно за помощь, которую мы оказываем. И это дает нам абсолютную уверенность в том, что мы делаем одно дело и мы, каждое подразделение является составной частью единого большого организма. И одной из ключевых ролей нашего центра является образование. Мы обучаем медицинских сестер из медицинского училища на четвертом курсе, мы обучаем студентов лечебного факультета на шестом курсе, мы обучаем наших ординаторов и ординаторов смежных специальностей, мы обучаем врачей на циклах повышения квалификации. В чем особенность? Научно-клинический центр объединяет в себе специалистов, объединяет в в себе технологии, в том числе симуляционные технологии, которые позволяют безопасно отрабатывать критические ситуации. Более того, научно-клинический центр является неотъемлемой частью ассоциации анестезиологов-реаниматологов, и мы обеспечиваем выездные школы анестезиологов, как в стационарах, так и в других университетах. Мы проводим конгресс анестезиологов-реаниматологов, актуальные вопросы медицинно-критических состояний. И все то, что мы делаем в сфере образования, нацелено не только на повышение качества образования, но и на повышение качества лечения. Ведь основное, за что мы бьемся, это безопасность наших пациентов. Общая анестезия – это, по сути, искусственно вызванное критическое состояние, неумелые действия, при котором могут просто привести к летальному исходу. Из почти 200-летней истории развития анестезиологии около 100 лет ушло только на то, чтобы освоить действия препаратов, обладающих анестетическими свойствами, а также научиться выводить больного из критического состояния. Процесс ускорился лишь тогда, когда удалось воедино свести накопленный опыт, научные достижения, и на этой основе организовать целенаправленную подготовку кадров. Единение практики, науки и образования и сегодня является главной движущей силой развития нашей специальности. Ренитология еще в большей степени, чем анестезиология, носит междисциплинарный характер и стоит на стыке разных направлений клинической медицины. Объединение разных подразделений под шапкой центра позволяет не только формировать широкое мировоззрение у сотрудников, но и в том числе реализовывать наиболее высокотехнологичные методы лечения, которые обычной практике и не всем отделениям доступны. В то же время это позволяет и развивать научные направления. Сегодня мы концентрируем свое внимание на совершенствовании методов анестезиологического обеспечения при трудных, сложных оперативных вмешательствах, в том числе с учетом персонализированного подхода. Разрабатывать алгоритмы и методы профилактики различных осложнений, прежде всего инфекционных, у больных хирургического профиля, а также расширять возможности методов экстракорпоральной гемокоррекции, причем не только у хирургических, но и у больных иного профиля. Субтитры подогнал «Симон»